Добрый день, меня зовут Дмитрий, да, и сегодня хотел бы обсудить с вами экономическую составляющую на московской бирже. Я тут поделил акции на несколько эшелонов, выписал, то есть первый, второй, третий эшелон, и выписал отдельно фонды, с которыми я тоже работаю, ну и в основном покупаю и смотрю, да, и посмотрим, как прошла эта неделя, да. Если мы откроем первый эшелон, мы видим, что первый эшелон, он весь у нас в минусах, весь в минусах, даже там, где есть плюс, он все равно весь в минусах, довольно хорошо просел, вся картина красная, некоторые только компании находятся в каких-то плюсах, да, небольших. Некоторые компании, кстати, на грани вылета из первого эшелона, такие компании, как ВК, тоже на вылете, ну и другие. Есть компании, которые могут дальше просесть и также вылететь из первого эшелона, перейти во второй. Есть также еще третий эшелон, там я снимал уже в предыдущих видео, что там 186 компаний, во втором эшелоне очень мало компаний. Если мы откроем второй эшелон, то все компании, что есть тут во втором эшелоне, даже тут тот плюс, который тут есть, сейчас отображается зеленый, он тоже в колоссальном минусе. Ну и посмотрим еще самое главное по событиям, которые произошли у нас с нового года, это фонды. Почему я выбрал Финекс? Во-первых, эти фонды работают на российском рынке, они английские, они доступны, они на весь рынок и они стабильны. И плюс я уже тоже видел, была история, когда фонд закрывался и как перераспределялись средства и доходы, выплачивались назад, возвращались на счет, как они делали, то есть как закрывался этот фонд, я видел. То есть и все прошло честно и как бы нормально, мне это все устроило. И что мы видим, да, что у нас в красном это получается IT, в красном это рубль, получается FXRL это тоже с рублем связано, FXRFW тоже связано с рублем, FXUSA это получается американский рынок, который тоже просел, EM, ES это тоже связано с американским рынком, ну и FMUSA это опять получается у нас с IT рынком связано, FXDE он примерно на том же уровне, хоть и красненький сколько был до этого, и FXC, Китай последний, он тоже упал, но сейчас он вырос по сравнению с чем другими. То есть если мы посмотрим на некоторые, так сказать, уровни, которые у меня есть, да, например, есть у меня фонд, сейчас я покажу, это фонд на общую мировую экономику, да, это FXW, да, то есть мы видим общую экономику. Сделаю сейчас вот тут удобно вот на 5 лет, да, и мы посмотрим, что за предыдущие, то есть времена этот фонд прекрасно рос. Ну и если вы посмотрите на все-таки дату его создания, то видите, что фонд растет и стабильно развивается, то есть со всей экономикой, как он развивался после падения. То есть тут я как бы не назвал бы картину адекватной, но в любом случае мы видим постоянный рост и сейчас мировая экономика, то есть видите, уже если вот взять где-то примерно с опять марта 2021 года, мы имеем стабильный чуть-чуть восходящий боковик, а так в основном я бы назвал боковик. Также есть, кстати, очень интересный фонд, это фонд на все рынки, кроме, получается, Америки, то есть в этом фонде нет Америки. Ну и тут вот посмотрим, да, открытие, он начался хороший, да, но мы тут видим опять боковик с легким сползанием наверх. Вот этот фонд, он в рублях, но так как доллар у нас подрос, чисто вот этот вот рост, да, он идет за счет доллара, что отображается. Ну и сам фонд, вот китайский еще интересно посмотреть, да, Китай у нас очень жестко, да, сделал свой рынок, он отманипулировал, то есть он откорректировал свой рынок. И вот есть тут параметр 3000, то есть сейчас, если так подумать, то рынок очень хорошо китайский пришел к равновесию. И вот 3000 где-то тысяч, вот 2800 я тоже покупал, его поднимался до этого уровня, можно покупать и дальше, то есть держать для прибыли. Я думаю, что мы в ближайшее время, может быть годик-два увидим прежние высоты, ну или как минимум 4000, он спокойненько сходит. Китай очень хорошо следит за этой политикой, ну и тут видно тоже, что если бы Китай не начал сдувать, получается, пузырь, который был надут в фондовом рынке, сейчас бы мы увидели бы еще больше рост, но потом бы мы увидели еще более глубокое, более резкое падение, больше проблем. Тут они, конечно, помогутся с этим. Ну и сейчас еще покажу, вот у нас есть рынок, который, американский еще рынок, тоже интересный, можно посмотреть. Тут мы видим надувной рост, 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 рост. Тут, к сожалению, неадекватно отображается, хоть я и поставил 5 лет, потому что у этого фонда был сплит. Ой, блин, извиняюсь, не тот открыл фонд. FXUS, вот. Вот, все, у него, кстати, адекватно сплит прошел, да. Вот мы смотрим, это по факту американский рынок, вот мы видим, он идет очень сильно растущий, он очень сильно переоценен. И я вот не удивлюсь, если вот видите, отметочку 30, да, вот тут вот 30, да, я вот не удивлюсь, что если американский рынок в следующем падении не сложится напополам, прям ровно напополам, 50%, то есть это есть S&P 500, да, что если он сложится на 500, нам сейчас сколько, 4,5 где-то от 1000 пунктов, что если он сложится где-то на 2200-2300, ну, может посмотреть у других. И вот еще есть IT сектор, я надеюсь, тоже в ближайшее время, наверное, будет сплит, потому что цена акции уже стала очень высокой. Вот IT рынок, так же как, то есть считай, вот все, весь самый рост был за IT рынок. Ну, если посмотрим именно рынок IT, да, я бы назвал вот эту отметку 4000, это примерно где-то актуально, то есть в среднем весь рынок сложится на 50%, а вот IT должны где-то, получается, в три раза сложиться. Это получается процентов на 70, на 80, мы можем пойти, увидеть откат. Да, тоже интересно, что можно посмотреть. Ну, а что касается российского рынка, можно посмотреть такие вот клевые показатели, да, вот как Газпром. Да, это компания, которая международно торгуется, да, то есть мы видим, что сейчас она в хорошем состоянии, довольно на высоком уровне. Ну, и если она будет складываться, то, скорее всего, складываться она будет где-то в район. Вот сейчас вот эту скажу, да. Где-то в район 150, ниже 150, я, то есть не жду, что она уйдет, район 150, она, то есть, если будет какой-то складываться. И также еще клевый показатель – это Лукойл, да. Лукойл – это, можно так сказать, дивидендный аристократ, и также очень стабильная, довольно, компания, да. Да, если мы посмотрим, то Лукойл, если будет складываться, это где-то в район 4000, будет складываться, тут вот уровни видны, да, хорошие. Ну, и еще один из самых хороших показателей компании – это Сбербанк, да, откроем Сбербанк. Обычные акции, да, и мы посмотрим, что Сбербанк, прекрасно, то есть, если Сбербанк будет по 200, по 200 можно прям хорошо затариваться. Ну, я начал затариваться на 250, я не стал дожидаться такого низкого, возможно, было еще, оказывается, ниже купить. Я думаю, ниже 250 как бы не пойдем, потому что тут есть показатель, где на 250 должна она была засесть. Ну, вот есть нижний показатель, где-то в районе, вот как и тут сопротивлением, ну, до 180 можно опуститься, но в районе, то есть, 200-180-200 ниже Сбербанк не уйдет. Вот, если, конечно, провалимся, то все равно, тут, кстати, еще все равно, если даже мы еще 50 рублей потеряем с этой, это уже 25% падения, это уже тоже очень крутой. Ну, вот, очень хорошо задрали ее под дивиденды, сейчас, кстати, очень хороший отскок получился, у нас 15 рублей на новости о байбеке, но я вам бы не советовал реагировать на новости о байбеке, может, у меня тоже с кем я поделился, да, что, типа, Сбербанк там объявил о байбеке, вырастет, мне такой, говорит, о, они уже, говорит, типа так, как-то делали, говорит, а потом, говорит, передумали, отменили, говорит, и все, говорит, завернулось. Поэтому я тоже не советую на эту новость смотреть. Все-таки данное видео не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, вы сами выбираете, что вы хотите делать и что вы будете с этим делать. Ну, а так, каждый сам вольно выбирает, что делать, и по рынку акций, особенно российскому, видно, что в случае проблем нам есть куда складываться, есть куда падать, то есть еще падать будем еще куда, но в любом случае падение всеобщего рынка на 25-30%, оно вполне там обеспечено, то есть видно, что рынок, рынку есть куда еще падать до оптимальных, так сказать, цен примерно где-то 30%. Если мы посмотрим на Америку, Америка местами, где есть куда падать на половинку, на 50%, а в некоторых местах все 70-80% может все сложиться. В принципе, вариантов у нас очень много, и нужно смотреть, что есть компании, которые занимаются вот по этим вот, да, то есть видно, вот у меня список, первый шалон, это тут 71 компания, вы сейчас можете посмотреть, какие компании. Также в других видео я озвучивал тоже, какие компании по индексу DSI смотрится, о, кстати, вы смотрите, еще Озон, да, есть. Озон тоже очень интересная компания, все раньше ее рекомендовали, то есть получается, как, так сказать, единорога, который будет развиваться, но видите, как складывается этот единорог очень прекрасно, да, я, к сожалению, тут не предусмотрен терминал с телефона работать, чтобы открыть больше вариантов, поэтому тут вот я низов вообще никаких не могу сказать, я не вижу нормального графика, чтобы посмотреть последние, где точки опоры, но, как видно, Озон приходит к своим, так сказать, нормальным, да, я слышал, что от полторы тысячи стоит Озон, то есть дать складываться, то есть вполне сейчас Озон, как ритейлер, так сказать, вот такая платформа, типа, как Амазона, да, и Бэя, она стоит, то есть она удобная, люди ей пользуются, хотя Вауберис сейчас наиболее активный, то есть, ну, и мы тут видим, то есть есть показатель, который по распродаже, он сильнее сложился, ну, еще и у нас есть вот такая, тоже компания, которая занимается платежами от Акиви, ну, и мы сейчас тоже видим, что нормальные отметки, то есть где вот нища была в районе 800, они пробили, да, и акция пошла больше, к сожалению, у меня опять же так нельзя открыть дальше туда, чтобы посмотреть, как она будет двигаться, куда есть, но, как бы, от этого уровня можно уже думать, что-то двигаться, потому что компания, все-таки связанная с финансами, тоже имеет развитие. Ну, и на этом, думаю, закончим, благодарю всех за внимание, всем удачи, до свидания. Продолжение следует...